Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, истоки потопа это, как написано, грехи человека, ошибки человека. Того человека, которому Бог дал возможность идти против воли самого Творца. Чем человек, кстати, успешно и пользовался от Адама до наших дней. Так построен наш мир. Но тут много но. Во-первых, основа основ свободы выбора, чтобы вообще такая свобода выбора была, нужно очень сильное злое начало. То есть человек получил свободу, но и получил противостоящего соперника против себя. Написано, злое начало сильнее часто человека. Мудрецы говорили следующее. Чтобы понять это, нужно разобраться, что собственно собой представляет злое начало сатана. Если объяснять очень грубо, то это некая духовная сущность, передающая в центр управления миром информацию о неправильном использовании человека свободы выбора. По этой линии связи, из центра управления миром, в наш мир, наоборот, поступает энергия, которая пробуждает в силах негативного стремления. То есть чем больше ты идешь в негативную сторону, тем больше ты получаешь негативной энергии. Поэтому у сатана есть еще одно название, иными словами, злое начало. То есть сатан представляет собой особый энергетический источник, провоцирующий, помогающий работать дурному началу. Вот с этим нам пришлось столкнуться. То есть питание человека на земле увеличилось, испытания человека увеличились, и он думал, что справится. Что случилось, мы видим. Поэтому все предопределено, но свобода дана. Еще один аспект этого парадокса мы находим в талмудическом изучении. Ноги человека, его поручители. Что это означает? Они приведут его туда, куда он должен прийти. Это написано в трактате «Сука». Фантастика. Человек самостоятельно выбирает путь, полагается целиком на свой разум, однако его ноги, как часть тела, наиболее удаленная от головы, головы, где находится разум, ведут его туда, куда он должен идти. Это не обязательно, кстати, то место, которое он выбрал. Жизнь часто приводит нас совсем туда, где мы собирались идти. Свобода выбора действует в мире, но она приводит к тому, что должно осуществиться в любом случае. Вот этот парадокс понять тяжело. Человек совершает поступки, которые сам выбирает, но он не автор своей судьбы в этом мире. Иногда ход событий следует за его выбором, а иногда идет совсем в другом направлении. Парадокс, конечно, но Богом создано все в этом мире, в том числе и парадокс. Бог дал человеку величайшую силу. Это вселенная, у которой есть свобода, и благодаря этому возможен поступок. Если бы у нас не было, за что нас награждать, если у нас мы ничего не знаем и не можем. Человеку позволено делать все, что ему нравится, а потом приходит наказание или расплата. Так устроен мир. Итак, что мы поняли? Наказание – это вообще не решение Бога. Это неизбежное следствие поступков человека и человечеству. Бог обещал не посылать, например, потопа в дальнейшем, несмотря на возможные ошибки человека в будущем. Кстати, почему? Я такую маленькую расскажу хохмочку. Одного молодого, недавно назначенного менеджера компании IBM руководство вызвало на ковер. Он совершил сделку, на которой фирма потеряла 10 миллионов долларов. Сотрудник понял свою ошибку, было поздно, деньги уплыли. Зайдя в кабинет и чувствуя свою вину, он говорит, что я понимаю, что я натворил, и вы можете меня уволить, и я признаю вину ваше решение. Руководитель говорит, уволить? Мы только что потратили 10 миллионов на ваше обучение. И не вправе разбрасываться такими ценными кадрами. Идите работать. Вот такая шутка. Проблема – это почти шутка, а теперь к другому. Проблема не появляется из ничего. Царь Давид писал, чего мне бояться в дни бедствия, если грехи, которые я наследил, окружают меня. Мы счастливы или мы страдаем вследствие чего? Вследствие первое – нашего желания или нежелания исполнять законы Творца. Второе – вследствие нашего умения или неумения надеяться и полагаться на Творца. Вследствие нашего доброго или недоброго отношения к земле, которую он нам дал. К миру, которую он нам дал. Тора предупреждает нас о последствиях, указывает на причину. Написано, что причина порождает следствие. На иврите это очень красиво. Большинство людей на земле хотят быть здоровыми и богатыми. Творец тоже желает человеку, что он был здоров и имел достаток. Наши желания совпадают. А как же их осуществить? Согласно договору, мы должны делать то, что я говорил, изучать и исполнять его законы. А он создавать условия для обильного урожая и жизни. Но главное – мы должны создать справедливое общество на земле, основанное на приоритетах духовного развития. Судя по тому, что происходит в мире, мы не справились со своей задачей. Пока. Пока, потому что надо и верить, написать, надеяться и пробовать. Пробовать идти. Ребе Менахи Мэндл Шнейрсон говорил очень интересную вещь. Небольшой талант, направленный на использование в жизни, ценится намного больше, чем большой талант, который растрачивает себя впустую. Короче говоря, надо делать все, что можешь, а какой будет результат, это уже решит Всевышний. Давайте стараться, давайте пробовать. Браха вацлаха. Браха вацлаха.